всем привет у меня доброе утро выезжаю со стоянки стоянка вся разъехалась один я тут короче такой самый спящий они видите они все бесны и блин они-то знают короче в каннске ночевал еще пассажир хочет к нам но мы не можем его взять так как мы понимаем о чем о чем мы поэтому чувака мы взять не можем так прогрел двигатель и спокойненько выезжаю смотрите ночью без автономки спал под утро только включил ее кстати надо выключить и все сейчас печка будет греть грязище такая была там на этой стоянке это жопа то вообще время что у нас пол седьмого местного погодите а я местного я во сколько сейчас а ну пол девятого местного пол девятого пол седьмого челябинского я за три дня пока был челябинский привык челябинску поэтому были еще надо воды вымыватель ну-ка может будет зашибись зашибись а воды нет воды то нету а нет 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 давай 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 надо то чуть-чуть а чуть-чуть надо воды потом где-нибудь остановимся конечно наберем е-мое короче о давай 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 остатки выходят сейчас уже наверно пора не замерзайку лить обратно-то поедем наверно уже этот будет скажите я скажу снег лежать поэтому с водой то наверно уже пора завязывать сегодня у нас если не соврать 3 октября уже 3 октября на календаре и я еще еду я думал я от третьего уже выгружу сена и найду груз куда-нибудь опа нифига паровозик видали зил за ним уазик короче вот это это я понимаю паровозик не за что у меня тут просто прицеп машина хочет ехать все быстрее быстрее но вот это я понимаю сегодня встал как человек с утра до поехал вот это нормально полотенце у меня сушится вчера баньку ходил прогрелся ну не парился конец на вениках ты там нету банька так себе и я последний уже пошел чисто прогрелся знаете посидел так это самая про грязь весь пот все отвалилась помылся смылся все отлично ну ладно господа как говорится хорошая ля-ля поехали да все мы знаем откуда эта фраза вот мы реально поехали и это ребята дорога на иркутск представляете себе вот так вот сибири а вы думали тут хороший офигенский асфальт ни хера подобного такая вот здесь дорога обалденная смотрите мальчик-то идет а обгоняет да в принципе чё ему не обогнать вообще по херу он сзади с лентяем мягко идет капец дорога я в шоке я в шоке ребята если честно что ждет меня в братский вот это да это вообще я не знаю что меня там ждет итак господа чем дальше мы едем в сторону иркутска тем видите у нас уже погода меняется уже вместо моросящего дождика идет где-то впереди снег нормальный такой идет причем температура за бортом где-то полтора градуса мне сейчас показывает и где-то вот уже у нас начинается снегопад я так думаю где-то дальше так вообще все стоит но нам через 36 километров на ту лугу ходить сворачивать как бы и это пока радует что дальше там наверное погода будет нормальная поэтому вот смотрим зима сегодня у нас какая третья третье число и на дворе зима наступает все уже все вот снежок уже сейчас будем наблюдать вот дворники как-то не выключаются трава уже в снегу как можете смотреть по правой и по левой стороне ну а на дороге еще лучше самая такая мерзопакостная погода 1 градус тепла чем дальше тем все интереснее тем все более и более больше снега ладно посмотрим что будет дальше итак господа буквально метров 10 шел снег а сейчас как вы можете наблюдать все сухо так что волноваться нет причины но правда смотрите погода какая вообще там в горах погода куман наверное может где-то снег так же в общем меняется климат уже скоро скорее всего будет тут лежать снег либо в горах будет лежать снег а здесь пока нет я тут первый раз на самом деле ни разу я здесь не ездил поэтому для меня это все интересно все впервой так что ни разу не ездил в принципе есть смысл проехать для своего как говорится кругозора очень интересно но дорога не скажу что офигенная мой вам совет не берите большой тоннаж берите тоннаж который ваша машина везет нормально ну она может довезти не жадничайте потому что здесь это не проканает судьба ошибок не прощает ну а мне сейчас через 7 километров поворачивать налево на Толуне и остается мне 300 с копейками километров до поселка Вихаревка и будет у меня выгрузка и так ребята я доехал короче уже до выгрузки наконец таки я добрался четыре тысячи километров четыре тысячи самары уже короче поел сготовил себе картошечки жареной такой классный обалденный поелся пью чаек смотрю ролики многих youtube блогеров да так же как и вы так же смотрю много роликов всяких разных там youtube блогеров и вообще много чего смотрю в общем завтра буду выгружаться это приехал я в город не не город поселок Вихаревка братский район города братска депо железнодорожное сюда в общем оборудование привез локомотивно что-то там вот это вот сейчас я вам я вам точно скажу так восточно-сибирские железные дороги так станция Вихаревка вот станция Вихаревка здесь что-то вот это вот нау уже видите автономка слышите да автономка работает потому что на улице я вам сейчас скажу если не соврать плюс 3 градуса на ночь обещают минус 2 поэтому прибраться надо чуть-чуть вот так вот прибираемся вот на ночь обещают где-то где-то минус 2 поэтому я сегодня ночью замерз спал поэтому этой ночью я не хочу замерзнуть включил фен в басту ну и сейчас уже буду укладываться спать чтобы завтра выспаться пораньше выгрузиться и искать груз вообще смотреть что отсюда как можно уехать куда можно уехать зачем и почему вот поэтому раздеваем кровать и укладываемся спать любимая постелька постиранная из дома чистенькая поэтому поэтому ребята все я спать и так ребят выгружаемся мы согласно расписанию 4 числа как по заявке должен был приехать я приехал вот расчехлил сейчас выгружают кузов прицеп это у нас в машине а так все выглядит в общем жд станция что это здесь не знаю здесь и вы и выгружаемся вон он кран вон машина в общем снимать то на самом деле некогда надо все зачехлять и расчехлять поэтому ребят покажу покажу уже потом когда уже все уже собакусь вот этот груз все в общем кидаю камеру и пошел работать и так господа все я выгрузился наконец-таки проехав 4000 км я доехал выгрузился все доехало просто шикарно идеально сейчас моя задача найти транспортную компанию это раз отправить документы чтоб мне быстрее платили за этот рейс это два и искать надо груз это сейчас уже надо и делать так как я посмотрел грузов отсюда толком нет ничего нет поэтому в общем жопа на самом деле здесь толком ничего нет либо ехать докуда переезжать либо еще сегодня четверг надо завтра в 5 либо загрузиться либо найти груз поэтому в общем я занимаюсь делами ребят я тут стою представляете как этот наверное как новогодняя елка ман с наклейками наверное ютуба или номерами ну ладно башкирия еще более-менее но вот 0.1 сзади на прицепе это прям людей не знаю они они знают что это адыгея знают и говорят просто что тут забыло адыгея что тут забыло я говорю ребята да все успокойтесь все нормально это челябинск они такие ну понятно почти что местные адыгея представьте где адыгея и где я сейчас нахожусь просто я сейчас нахожусь вихоревка это село поселок поселок вихоревка братский район вот так вот иркутская область иркутская область сибирь да ребят все серьезно ну конечно же здесь не как в центральной России вот что я заметил здесь если ты едешь вот по трассе да и вот какой то проезжаешь допустим населенный пункт у нас как в центральной России там магазин магнит пятерочка там дикси да ну как бы есть нормально пошел воды купил там я не знаю там ну что обычно есть в этих да продуктовых магазинах вот а здесь такого нет здесь ну доехав то сюда я не видел нигде есть обычные универсалы там киоски вот эти вот местных и в них этого всего нету чего вот мы привыкли и в обычных магазинах покупать и поэтому для меня это дико вот мне сейчас надо воды я пошел в местный магазин а ее не продают потому что кто будет продавать воду в деревне она есть у всех у каждого но у меня то ее нету понимаете колонку я не знаю откуда они ее набирают там колодец вот как бы можно узнать ну я на фуре ребята куда я здесь поеду можно конечно да узнать пройтись пешком ну блин мы же привыкли все видите жить то проще поэтому для нас это немного странно можно так сказать хотя я сам родом из деревни и раньше ходили мы на колодец сколько наверное километра два вот берешь тачку флягу и херачишь короче до колодца набираешь чистую питьевую воду вот а была да рядом с домом она и сейчас до сих пор стоит колонка там обычная бытовая вода а за питьевой вот ездили там уж потом то так то на машине то пешком в общем то с бидончиком ходил поэтому ну мы как обычно привыкаем к хорошему а я вот здесь стою вот видите как вам показать то лучше ни хрена не видно вот мне еще надо зеркала помыть вот что воды то у меня и нету вот стекла помыть а воды нету ну так вот стою я здесь ладно все ребят на этом видео заканчивается всем огромное спасибо вот просто лайки там не забывайте главное поставить там вот такие вот за то что вы посмотрели это видео вы поддержали меня вы узнали много чего-то нового кто не знал кто все знал можете мне написать что я не знаю в комментариях и буду я искать работу дальше в общем куда я поеду неизвестно сам не знаю а вам всем огромные удачи увидимся и пока